Доброе утро, дорогие друзья! Всем шалом, бунжур, гудмонин, доброго ранку, здравствуйте! Сафратава на арамейском языке мы можем добавить для знатоков арамейского. Хорошо, мы продолжаем изучать Пертьевод, мы Мишли изучаем, все, Мишли изучаем притчи царя Салмона. Но я вам скажу, что очень похоже Мишли с Пертьевод, я бы даже сказал, что Пертьевод это устная тора, а Мишли притчи это письменная тора. И Пертьевод разъясняет, так как Пертьевод записан на поучение отцов, это 120-й год нашей эры, и мудрецы, которые в большинстве своем говорят там разные вещи, связанные с именно мировоззрением, они жили где-то 2300 лет назад, а царь Самон жил около 3000 лет назад. И получается, что как бы Мишли притчи это корни, это аксиомы эти, это письменная тора, то есть это царь Самон, он был на уровне, он был пророк, и он получил вот эти вот аксиомы от Бога, он их выразил. А мудрецы, они так жили, но они объясняли уже более языком, который подходил к в то время, так как устная тора. Устная тора. Но это в принципе, как написано в Мишли, что все знания идут от пастуха одного, от Мироэйхат, от Бога, то есть все, что тора, все от Бога. Интересно, что я видел три признака того, что человек верит в Бога. Первое, это то, что он верит, что все от Бога. Второе, что он верит, что тора от Бога. А третье, что там было? Что все от Бога, тора от Бога. А третье, не помнишь, три принципа было? Не помню, третий. Ну хорошо. Все, дорогие друзья. Значит, мы продолжаем изучать, продолжаем изучать притчи. Мы находимся в 13 главе. 13 глава Мишли. И мы дошли до очень интересного момента в прошлый раз. В прошлый раз мы дошли вчера до отрывка. Значит, до отрывка мы зашли, что тот, кто идет с мудрыми, тот будет мудрый, а кто дружит с грешниками, по вожделению сокрушен будет. То есть очень сильно передается человеку, с кем поведешься, от того и наберешься. И очень важно, причем здесь был нюанс такой очень важный, что мудрость передается тяжелее, чем глупость. Глупость, она прилипает просто, а мудрость, ее нужно зарабатывать, ее нужно прямо впитывать со всей силы. Ну и вообще тяжелее общаться с умными людьми. Это факт, что с умным человеком ты себя чувствуешь как бы ниже ступенькой. А когда общаешься с какими-то, ну вот такими вот, там смотришь Камеди Клав, думаешь, да, прикольно, я, по-моему, нечем они даже, говорю красивее. Хорошо. Теперь, значит, 21-й отрывок. 21-й отрывок нам говорит следующая вещь. Значит, переводится это так, что грешных, хатаим это грешников, тирадев раа, преследует зло, вэт садитим и шалем тоф, а праведникам заплатит добром Бог. То есть, тут очень интересный нам принцип дается. Вот как-то у многих людей не сходится. Бог это добро, Бог это любовь, Бог это, Бог это прямо такое, ну, действительно, слово эхад, ашем эхад, Бог один. И эхад это числовое значение 13, и аава это числовое значение 13, любовь. Бог говорит, ваавта это шамалакейха, возлюби Господа Бога всем сердцем. Главная основа Торы, это ваавта Лераха Камохова, возлюби ближнего как себя. То есть, все время про любовь. Бог это любовь, Бог это добро. Ну, а как же так, сколько в мире зла, сколько и Тора, если почитать, она выглядит, сделаешь это, смертная казнь, сделаешь это, смертная казнь, нарушение шаббата, смертная казнь, за это, там, смерть, удушение, да, вообще. Как это так, добрый такой Бог, а вот столько в мире зла. И здесь как раз нам описана вот эта вот система, как она работает. Грешников преследуют зло, которое они делают. То есть, Бог, он зло не создавал. И грех, он, это не наказание за грех, это следствие. Вот интересно, когда, например, там, родитель говорит сыну, ты знаешь, в розетку не лезь, два пальца в розетку и бьет током, и не дай Бог, что-то случится. Розетка наказывает ребенка или это, или это розетка, удар током является следствием того, что он лезет? Это не наказание, это следствие. Теперь давайте возьмем по-другому. Если отец действительно волнуется, чтобы ребенок не залез в розетку, то он ему говорит, нельзя лезть в розетку, будет больно. А ребенок говорит, так, будет больно, нормально, и продолжает лезть в розетку. Что делает тогда отец, чтобы ему показать и доказать, что действительно будет больно? Он может, я помню, я так делал, как бы тянешь руку к розетке и пьешь себя по рукам, а, больно, больно. То есть он показывает, что будет больно. Но Бог же не может показать, что будет больно на себе. Значит, что делает Бог? Если грешник какой-то, он злодей, он лезет в розетку, он своим примером дает, плохой пример всем остальным, то во всех, в Торе, во всех наказаниях, когда написано, за это преступление смертная казнь, написано, увидят все, в конце написано, увидят все и не будут этого делать. А сама вот эта вот смертная казнь, например, какому-то злодею за грех, она его очищает и дает ему возможность идти в рай. То есть она является искуплением, очищением за этот грех. То есть понятно, значит, наказание, оно не является от Бога, а грехи грешников, как здесь написано, 21 отрывок, грешников догоняет зло. То есть то зло, которое они создают, оно же на них и возвращается, оно их догоняет. Вет садитим и шалем тоф, но праведникам Бог заплатит добро. Значит, получается, праведникам как? Праведник делает заповедь, он есть, каждое утро мы говорим, есть такая Брайта, по-моему, Брайта это или Мишна, что Вот вещи, за которые человек ест плоды, Баулам Азе, в этом мире. За выполнение этих заповедей человек получает награду в этом мире. А основа награда, она ему идет в духовном мире, в Улам Аббах. И вот эти заповеди. И на первом месте идет заповедь, за которую называется «Почитание родителей». Конечно, почитание родителей это очень важная такая, очень важная заповедь, за которую человек получает награду в этом мире. Какой он получает награду в этом мире? Родители его любят, если он почитает родителей, им приятно. Дальше. Его дети видят, как он почитает родителей, и будут потом почитать его. Потому что уже в этом мире у него есть очень много плюсов, позитивных плодов от этого. А Бог еще говорит, ну за добро ты делаешь добро, ты выполняешь заповеди, я тебе еще дам награду в грядущем мире. Это мне очень понравилось, такое сравнение, Малбин приводит на этот отрывок, что был у человека сад. И этот человек, он говорит, смотрите, вот эти вот фрукты здесь растут, они, они эти фрукты ядовитые, кто их съест, умрет. Все, ему не надо однако, он просто предупредил, повесил табличку, кто ест эти фрукты, он умрет, все. Значит, а эти фрукты, они полезные, значит, и кто будет есть эти полезные фрукты, тому еще дам дополнительную награду. Вот так же сделал Бог. Он говорит так, смотрите, вот это все опасно, но ему не надо наказывать, само зло, оно человека уничтожает. А это заповеди, сделайте заповеди, получите награду. Все, это был 21 отрывок, очень нам дает такое понимание, как работает зло в мире. Теперь, дальше. 22 отрывок. Значит, здесь, как бы 22 отрывком, царь Соломон нам отвечает на вопрос, который может возникнуть. У любого нормального человека, который живет много лет в этом мире, может возникнуть вопрос. Секундочку. Я вижу праведников, у которых жизнь очень тяжелая. Наверняка каждый видел, вот недавно была ситуация, например, не дай бог, никому, был Равин Ганновера. Равин Ганновера, 43 года, умер от коронавируса, 8 детей оставил. Да, он сколько людей, я читал в интернете, сколько людей писали, как он им помогал, как он им делал, сколько добра и так далее. 8 детей оставил, умер от коронавируса, хотя в Германии супер ситуация и все. Непонятно. Теперь, и мы можем в истории посмотреть много раз, много было ситуаций, когда праведники, они получали, получали очень какую-то тяжелую жизнь. Царь Соломон нам объясняет. Тоф, добро, янхиль бне бани, значит, добро, которое делает человек, оно распределяется во времени для сыновей и для сыновей сыновей. То есть, добро, которое создает человек, оно как бы распределяется на несколько поколений его потомков. И мы, например, все, мы сейчас все евреи, да, государство Израиль, откуда оно все это есть? Это все есть заслуга Авраама. То есть, Авраам, он был настолько, настолько он был преданный Богу. Такие он прошел испытания, что его заслуг хватает для евреев на все поколения, уже там 120 поколений, 4000 лет. Мы все живем в заслугу одного человека, Авраама, Вину, праотца Авраама. А была ли у него легкая жизнь? У него была нелегкая жизнь, у него до 90 лет не было детей, у него, значит, потом Бог ему сказал, иди там, ну и так далее, 10 испытаний у него было. Можно сказать, где же, где же добро? Вот написано, тоф, добро, янхиль бне бани, добро у нас следует сыновья сыновей, а что бы, как быть со злодеем, у которого все хорошо, объясняет нам царь Соломон. Хранится для цадика, хель это достояние грешника. То есть, грешник он собирает, он копит, он, значит, вот, например, возьмем тот же Александр Матидонский. Он весь мир ограбил, все куда-то принес, а дальше это все кому осталось? Кому-то осталось, дальше, например, римляне, все ограбили, в Рим принесли. Кому осталось? Сейчас 2-3 миллиона, наверное, в месяц приезжают людей, получают удовольствие, любуются, ходят по музеям, смотрят. То есть, получается, что даже если злодей, он что-то собирает, то оно все равно на следующем, на втором, на третьем поколении, оно все равно от него уйдет и перейдет к добрым людям. Все. Это мы можем быть спокойны. 23-й отрывок. 23-й отрывок, он продолжает эту же тему, объясняет нам, как работает в этом мире награда, наказание, добро, зло. 24-й отрывок, написано так, «Равухель нир рашим, много еды на Неве бедных», так переводится, «много еды на Неве бедных, вы ешь ниспе блемеш паат, и есть, которые гибнут без суда». Значит, здесь нам еще раз Садж Саламон говорит, ну, в принципе, если так глубоко копнуть, ничего не понятно. То есть, если вы хотите понять суды Всевышнего, вы все равно не поймете, потому что это Бог, а это люди. Не может человек понять подходы Бога. Здесь очень, очень, самое для меня когда-то объяснение вот этого вот непонимания нами сути божественного управления миром, есть такая история в Талмуде, что римляне схватили 10 самых больших праведников, мудрецов еврейского народа того времени, когда это было время 2000 лет назад, как раз после разрушения храма, схватили 10 самых больших таких праведников, мудрецов, и сказали им, вы знаете, задал этот римлянин вопрос, вот я читал вашу Тору, и написано, что братья продали Йосефа. Братья 10 сыновей Якова продали своего родного брата в рабство, хотели убить вначале, но потом продали. И написано в Торе, что тот, кто украл человека и продал его в рабство, за это смертная казнь. Ну, во-первых, я только думал об этом еще интересно, что вообще само по себе это страшная вещь. Яков, который был праведник Цадик, у него его же сыновья продают его же сына, хотели убить, и он его не видел, не видел он его 17 лет. 17 лет он его не видел после того, как его продали родные братья. Сама по себе история уже непонятная, то есть как. Причем Йосеф, это был Йосеф Цадик, он был праведник, Яков был праведник. И главные братья были праведники, но вся вот эта семейная драма, она как бы вообще непонятна. То есть, но Бог так специально сделал, что всем было долгое время тяжело, чтобы потом стало всем долгое время отлично, и было нам что изучать в Торе. Значит, этот римлянин, он говорит, смотрите, написано в Торе эта история, написано в Торе, что за кражу человека и продажу его в рабство смертная казнь. Они сделали, сделали. Ответьте мне, пожалуйста, как после этого они могут называться праведниками, и почему, почему они называются праведниками, почему им не положена смертная казнь. Сам вопрос по себе, он неправилен, потому что это было до дарования Торы, в принципе. Тора была дарована, когда уже был исход из Египта, это было до захода в Египет. И намерение этого римлянина, оно было их все равно убить. Значит, ну мудрецы эти, они, поднялся из них первосвященник Раби Ишмаэль, он был последний первосвященник во втором храме, он поднялся на небо и сказал, вернулся, сказал своим товарищам, говорит, на небе. И не к зыра к зыра, постановление вынеси нас, что мы должны умереть. И они даже ничего ему не объясняли, этому римлянину, и их всех казнили, страшной казнью. Значит, их казнили страшной казнью, Раби Ативу разрывали металлическими крючьями, и в это время, когда Раби Ативу разрывали металлическими крючьями римляне, значит, произошла следующая разговор. Его ученики, которые стояли в толпе, наблюдая за казнью, они спросили у Раби Ативу, у своего учителя, это Тора и это награда за Тору, они спросили. Раби Атива им ответил, да, говорит, я всю жизнь об этом мечтал. Всю жизнь я говорил в Шмае Сраэль, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем имуществом твоим. И когда я говорил эту фразу, возлюби всей душой, то есть будь готов умереть даже за Бога, я всегда думал, а смогу ли я выполнить это в реальности? Потому что нельзя себя ставить в опасность, нужно охранять свою душу, нельзя идти в опасные места, то есть он же все делал по Торе. И он думал всегда, он говорит, я думал, смогу ли я отдать свою жизнь за Всевышнего? И тут мне так повезло, что я могу отдать свою жизнь за Всевышнего, и его разрывают крючами, а он говорит, Шмае Сраэль, Ашем Илокейна, Ашем Ихад, и на Ихад вылетела его душа, это как он умер, освящая имя Всевышнего. То есть он вышел из своего тела, его земная жизнь закончилась именно на таком супериспытании, которое он прошел, о котором он и мечтал, потому что он знал, что он его выполнит. Значит, с этим уровнем понятно, то есть ученики спросили Раби Атива, как? Он говорит, я живу в другой системе координат, я всегда мечтал умереть, освящая имя Всевышнего. Это для меня, говорит, вообще не проблема, это для меня награда, ему было тогда 120 лет. Теперь в Талмуде рассказывается другой разговор, этот второй разговор был на небе, и там ангелы спрашивали у Бога, это Тора, он же самый великий в Торе человек Раби Атива, это Тора и это награда за Тору? То есть он всю жизнь тебе служил, он рисковал своей жизнью всем, 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 он ни одной минуты, он не посвятил себе, а он все посвятил только служению Торе, людям и так далее. И это награда за вот такую жизнь, спросили ангелы у Бога. Это Тора, это награда за Тору? И в Талмуде написано, что Бог им сказал, молчите, или я сейчас разрушу мир. Значит, мудрецы, которые изучают Талмуд, они задают на это вопрос, что это вообще такое происходит. Раби Атива ответил своим ученикам, а Бог ангелам, вместо того, чтобы объяснить, что происходит, он им сказал, молчите, или я разрушу мир. И дают два ответа, что это на самом деле Бог ответил ангелам, просто чтобы это понять, нужно чуть-чуть углубиться. Значит, первый ответ дает Магит из Дубна, был такой Равьяков, Кранцева звали, мудрец, который все объяснял простыми примерами. Он говорит так, значит, что Бог ответил ангелам, давайте эту ситуацию перенесем в нормальные понятия. Жил царь, и у этого царя был, ну, как все цари живут, у него свита большая, министры и так далее. И все цари стараются очень красиво выглядеть, и этот царь заказал портному, чтобы он ему пошил одежду из золотой ткани. Золотая ткань, самая дорогая ткань, которая только возможна. Дали портному три метра ткани, и он пошил костюм. Выходит царь в этом костюме золотом, красиво все блестит, но люди, люди же, они полны зависти. И свита царя говорит, да, костюм, конечно, хороший, но вот этот портной украл-то, наверное, ткани немало, ворюга такой он. Царь говорит, что значит украл? Они говорят, да, точно украл, но смотрите, здесь трех метров явно нет. Царь зовет портного и говорит, ты ворюга, сказали люди, ты украл у меня золотую ткань. Портной говорит, стоп, говорит, секундочку, я готов доказать, что я ткань не крал. Как я это сделаю? Вот, смотрите, вот мешочек, который вам вернули с остатками ткани, вот костюмчик. Давайте сейчас возьмем этот костюм, его распорим, распорим его на куски и сложим все вместе. Получится ровно три метра. Я готов доказать, что я не крал, но для этого придется распороть костюм обратно. Мадид Исзубна так объяснял ответ Бога. Он говорит, молчите, или я разрушу мир. Вы хотите узнать, почему сегодня Рабиатива умер? Значит, мне для этого нужно полностью разрушить мир и показать вам, как он изначально, как он развивался. Когда Кайн убил Эвеля, когда был потоп, когда было поколение Вавилонской башни и так далее. То есть, сегодняшний момент, который мы наблюдаем, момент истории, это нити-секундный кадр разворачивающегося всего мироздания. И поэтому, если вы хотите понять, что происходит, вам нужно увидеть всю картину. А всю картину никто увидеть не может. Это то, что ответил Бог ангелам. Это был первый вариант. Второй вариант, объясняют это так. Бог ответил ангелам, молчите, или я разрушу мир. Это был ответ такой. Я не помню, какой из мудрецов это сказал, но, по-моему, Равпинку себе читал. Значит, он сказал так, Бог. Смотрите, эти 10 праведников, они самые святые люди, которые сегодня живут в мире. Сейчас их казнят, и все они унырают, освящая имя Всевышнего. Все они своим примером на поколение показывают, что человек праведный, он веру в Бога не оставляет ни при каких условиях. И вот даже если его будут убивать, он не усомнится, и он все равно, его вера будет чистая и без всякой примеси, без сомнения. Теперь эти великие люди, они своей смертью освящают имя Всевышнего, и они всему миру, они дают возможность существовать. Потому что весь мир забыл про Бога, весь мир живет только ради себя, весь мир говорит, кто такой Бог, Бога нет вообще и так далее. И в этот момент Бог, который сотворил мир для того, чтобы люди соединялись с Богом и поднимались на высшие духовные уровни, у мира нет возможности существовать. У него нет заслуги, у него не хватает. Мир был создан для определенной духовной цели. Если эта духовная цель не выполняется, то мир просто исчезает. Как есть, знаете, есть датчики давления, датчики давления, и когда давление падает, то система выключается. Так точно так же мир готов был уже выключиться. И Бог говорит, хорошо, я могу сейчас их спасти. Это вообще не вопрос. Это то, что когда поднялся Раби Ишмаэль на небо, он увидел этот ответ. Что постановление вынесено. То есть или сейчас они своей смертью выкупают весь мир, или они остаются в живых, но тогда весь мир исчезает. Это то, что Бог ответил ангелам. Теперь мы сейчас в 23 отрывок, это то, что нам сказал царь Соломон, что много еды на Неве бедных. То есть бедные, они часто работают, создают еду, а у них самих ничего нет. Есть, которые умирают без суда, 43 года, 8 детей, и за что ему было умирать. Но так Всевышний, так Всевышний сделал, что, я читал один Рави, написал, что, наверное, на небе нужна была большая чистая светлая душа, и он поднялся. То есть не знаю почему. Так он просто написал. Мы не знаем, но мы знаем, что лучше быть верующим, чем быть неверующим. Потому что если ты неверующий, тебе вообще непонятно тогда зачем жить. Все, удачи, успехов, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Значит, все равно делаем добро, потому что чаще всего, по моему опыту, за добро есть награда и в этом мире. В мире грядущем я еще не был, но я верю, что будет награда и там. В этом мире за добро есть награда. Приятнее, лучше, полезнее, здоровее делать добро. Но если вдруг что-то не складывается, надо понимать, что сложится. Все обязательно сложится. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня.